Всем доброго времени суток! По-прежнему продолжаются новогодние праздники и это говорит только об одном. Информационное затишье перед бурей новых утечек и показов вкусностей для осады. Поэтому развлекаем себя как можем и вашему вниманию несколько где-то тупых, где-то полезных, где-то сумасшедших трюков на карте шале. Возможно вы с ними уже знакомы, может вы сами ими пользовались, а возможно пригодятся вам в будущем. Как всегда предупреждаю, что видео исключительно развлекательного характера и только лишь для того, чтобы показать вам какие вещи можно делать в этой игре и бла-бла-бла. Спасибо за помощь в создании видео канала Дардали, он помогал нам снимать материал и я конечно хочу посоветовать вам его канал. Многие из вас уже с ним знакомы и не дадите соврать, что он часто стримит у себя с патькой приятных парней, которые покоряют высокие звания в слаженной игре. Также Дардали выпускает полезные видео для новичков и нарезки с интересными моментами из игры. Ссылочка как всегда в описании. Давно мы не разбирали карты и трюки, поэтому сегодня объединим все в одно и покажем вам 5 интересных трюков на карте шале, если таковыми их можно назвать. В одном из старых видео про Тачанкина мы рассказывали, как он быстро при помощи своего пулемета разрушает двухслойные стены, при этом не уничтожая деревянные балки. И если вы оставляете так стену, то невозможно на нее поставить термозаряд и пройти, остается только взрывать либо ломать гаджетом каким. Так вот, эту тему можно делать и с укрепленными стенами, только эффект немного другой. И да, это можно сделать не только на шале, например на новом канале на наружной стене. Но здесь максимально эффективно можно отыграть такой трюк на стенах со стороны основного гаража в подвале или стены на удержании трофейки. Вы пробиваете аккуратно стену между балками с любого дробовика, после чего укрепляете стену. После этого термиту понадобится гораздо больше времени на установку пробивного, потому что приходится искать пиксель, чтобы установить его. Иногда долго, иногда везет и попадаешь на него сразу. При любом раскладе разница между обычной установкой и подобной есть во времени между звуком того, как достали пробивной и его установкой, что даст больше шансов защите на развертывание той же ртилы. Раш за Амару. Довольно интересная фишка, которая недавно появилась на реддит. Решил попробовать, сработает ли он в рейтинге, да и вообще. Довольно легко делается и на точке врага того же подвала вы оказываетесь через 20 секунд. Но можно добиться и более лучшего результата. Из-за того, что вы падаете долго со второго этажа, можно уже в полете начать ломать люк под вами. Если заранее перед полетом переключиться на дробовик, но как правило он укрепляется к этому времени, так что скорее всего вам придется бежать на главную лестницу. Если все же вам каким-то чудом удастся разрушить люк еще в полете, чего у меня не получилось сделать, или он заранее сломан, то вы к великому сожалению разобьетесь. Трюк к гараже для беспредельщиков. Лучше делать заранее вдвоем. Разбивайте одну из сторон стены, чтобы на старте раунда туда быстро выйти. Не так важно разбивать сверху стену, как снизу. Если снизу остается хоть маленький кусочек стены, щит установить должным образом не получится. После того, как фаза подготовки закончится, можно установить стационарный щит довольно близко к гаражной стене, что не позволит термиту подойти к левой створке гаража. Ну а правую тому же бандиту будет законтрить довольно просто. Естественно, что щит можно уничтожить и все в таком духе, но это время и боеприпасы. Даже если он будет ставить насколько это возможно влево, то часть пробивного все равно будет приходиться на правую сторону и ток его достанет и сожгет. Мое дело показать, ваше дело использовать или нет. И переносимся в главный гараж. Тут при обороне трофейки атакующий частенько заходит поломать пол, прокинуть гранату и все в таком духе. Я совершенно случайно нашел неплохой прострел. Делайте все как на видео и вы получите прострел на выход из главного гаража. То есть противник будет идти к вам спиной и даже не сумеет вам дать отпор. Даже если все же по какой-то причине он успеет развернуться, то для него вы будете выглядеть вот так, если не будете сильно расковыривать пол. Единственное, что несмотря на то, что вроде как видите оперативника полностью, часть пуль в определенных зонах этого прострела будет не долетать. Скорее всего какая-то балка визуально не отображается с этого ракурса, но при этом не дает пулем пройти. В любом случае такой прострел для вас почти полностью безопасен, а спалить его можно лишь по немножечисленным кускам доски, которые упадут под вами на пол. Но это для тех, кто внимательный. И еще один поджим. Окно с трофейки, которое выходит на гаражные ворота. С ними странная ситуация, поправьте в комментах, если не прав. Все мы знаем, что это окно, у которого нельзя висеть на канате, и залетать в него сейчас может только Амару. Но за 4 года я ни разу не заметил, чтобы в него можно было выпрыгнуть. Мне кажется, это сделали относительно недавно. Заметил я это случайно. Даже если это можно было сделать со старта игры, я за 4 года видел только один раз, как в него выпрыгивали. Поэтому предположу, что это добавили не так давно. Вообще многие из вас знают про спампик с этого гаража на костер. Вы разбиваете стенку, выбегаете и убиваете нападающего. В начале раунда разбиваем так же стенку и как бы имитируем спампик. Либо же делаем его в действительности. Я так полагаю, сейчас из атаки мало кто подумает о этом поджиме из окна. И когда очередной раз вас зайдет бомбить какой-нибудь баг через пол, вы моментально можете зайти к нему в спину. На этом у меня все. Спасибо, что досмотрели до конца. Пишите в комментариях, чем пользовались до видео, чем будете после. Я с вами прощаюсь, до скорых встреч, пока-пока. Я прыгаю. Готов? Да. Да давай ты долг, ты долг, давай. Прекрасно. 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 Прекрасно.